Коллеги, приветствую! Новейшие с ПСД, как и было обещано, у нас несколько тем, готовых, так сказать, к съёмке. Остаётся только лишь подготовить некоторые детали. Сегодня поговорим про первый номер нашей электронной газеты Born Dead. Значит, ситуация у нас не особо изменилась. Немножко высох клей в той точке, где происходит спектромизм. Стиральная машинка разорвала мне коврик для мыши, поэтому пришлось из запасников достать вот такой вот коллекционный коврик для мыши от Кока-Кола, который выдавали в качестве призов на кафе, видимо, Кафе 2002. До сих пор живой, правда, от него отвалилась поверхность верхняя от времени. Вот, собственно, коллекционный экземпляр теперь работает на деда, помогает его мыши перемещаться по поверхности. Вот, а поговорить мы хотели сегодня про именно первый номер Born Dead, вот в какой причине. Один из наших уважаемых друзей, большой фанат этого издания, значит, он решил копнуть поглубже, и первый номер из ТРД, а Born Dead только в ТРД и существовал, значит, разобрал на запчасти и сделал тап. Вот, и в процессе вот этой деятельности, и у него возникли некоторые вопросы, да и у меня, если честно, возникли некоторые вопросы, и мы решили копнуть. Поэтому вот сегодняшний выпуск именно про Born Dead 01, не про всю газету, а только про первый выпуск. Но без вводной части нам не обойтись, поэтому кратководная часть такова. В самом деле действительно издавались электронные издания, по крайней мере, на спектру мне совершенно точно, насчет БК не знаю. Вот, главным и самым известным таким монолитным, не знаю, электронное издание в твердой обложке был, конечно, журнал «Аберон», в котором, собственно, я участвовал, начиная с второго номера по последней. Вот, далее был Born Dead, и мы как раз вот этот вопрос будем рассматривать. Это электронная газета, это такая, всё-таки, мягкая обложка, если её вообще не назвать, это брошюрой. Вот, и чуть позже были ещё издания, но это немножко за пределами моей компетенции, я достаточно мало об этом знаю. Просто отметим, что они существовали. Давайте попробуем, зная все эти данные, то, что вот Born Dead – это далеко не первое издание, а второе, но, может быть, даже более известное, чем Аберон. Давайте попробуем изучить, как, что привело вообще к его созданию и зачем всё это. Вот, стоит отметить, господа, что затексат, значит, существенно обновился. Раньше, насколько я помню, здесь вообще не было раздела электронной газеты, электронные журналы. Теперь он есть. И для некоторых изданий он достаточно хорошо оформлен. Я не знаю, откуда Мороз брал эти тексты. Здесь, ну, не то, чтобы всё врут, ну, подверяют здесь немного, но это, по крайней мере, лучше, чем ничего. Вот раздел про Born Dead, он выглядит вот так. Здесь большой-большой-большой лекторий с датами выпусков. Вот мы знаем, что Born Dead 01, наша сегодняшняя тема, был выпущен 25 октября 1998 года. Отличная информация. То есть, кто-то прям постарался. Вот. И самое интересное, конечно, здесь это то, что можно на одном экране в уменьшенном виде посмотреть на все кавер-арты, которые были сделаны для газеты. Рисовал их в основном Сергей Косов, фоном Сиэм. И, соответственно, их на реале и на большом экране не всегда хорошо видно. А здесь в уменьшенном виде они прям такие отличные. Отличные. Соответственно, что мы сможем сегодня с вами узнать? Мы сегодня с вами узнаем, как, собственно, первый номер газеты делался. И для этого мы, наконец-то, переместимся из вот этого затхлого уголка современного компьютинга в точку реального спектромизма. Реальный спектромизм у нас, значит, выглядит следующим образом. Тоже ничего особенного не поменялось. У нас есть CRT-телевизор, Sony 3 Nitro. У нас есть спектром серый, плюс два, соответственно, подключенный кабелем в SCAT. У нас появилась большая-большая-большая проблема со звуком. Причем она, скорее всего, даже не за последние полтора года появилась. Не за последние девять месяцев. Я включал первый раз, последний раз, точнее, спектром в феврале, чтобы проверить работу. Просто большинство моих работ последних было связано с бипером. Вот. И АY я практически не слушал на реальном спектроме. И вот что-то подзаболело внутри. Идёт мощный фоновый шум. Теперь и, соответственно, АY слушать тяжело. Поэтому я, чтобы исключить телевизор из этой схемы, достал старые колонки. Genius серые. Эх, прям честно нашёл на помойке. Но у меня в детстве были точно такие же. Прямо точно такие же. Вот. Вот, собственно, фоновый шум. Слышите? Вот это вот всё мешает немножко жить. Колонки надо смазать. Вот. В спектром у нас вставлен адаптер. Кстати, под характерным названием Monster тематическим. Значит, адаптер кассеты. Он приходит у нас вот сюда вот в старенький iPhone, в котором всё ещё есть миниджек. И, соответственно, в стареньком iPhone у нас по-дедовски запущен Telegram. В Telegram у нас есть в Saved Messages готовая MP3 с необходимой нам работой. И мы сейчас начнём её заоружать. Давайте я нажму на Play. Поскольку Born Dead 48, мы всё-таки прямо пойдём в 48 Basic. Вот так вот, чтобы было всё точно. И тут просто напишем вот. Да, не напишем. Напишем. Вот. И, соответственно, в Telegram где-то нажмёт сейчас на Play. И у нас всё начнётся. Да, началось. Я звук сильно не прибавляю, чтобы не травмировать всех. Да, хотя, чё я прибавлю, конечно. Навалим сейчас. Смотрите. Кассетная версия Born Dead 1 номер. В самом начале мы видим вот такую вот при-интро. Очень такую весёлую, бодрую и всё остальное. Я буду пытаться рассказывать, отвлекаясь, конечно, на вот отдельные технические моменты, которые здесь есть. Соответственно, мы сидели в Самаре спокойно до 1998 года и сдавали электронный журнал Oberon. В конце, конечно, этой деятельности к пятому номеру всё настолько стухло и процесс настолько затянулся, что журнал выходил реально один раз в год. Это вообще очень мало меня лично устраивало, потому что я видел, насколько активно ускоряется жизнь и насколько много информации, и как быстро её нужно доносить до людей. Вот. Но Oberon был крепким изданием, поэтому я продолжал в него контрибьютить, и мы как бы его делали. Одновременно, в июле 1998 года, из армии, из рядов, так сказать, в СРФ, возвращается Сергей Косов и немедленно начинает писать музыку, причём в промышленных масштабах, там, в космических совершенно. Вот. Михаил Востриков, монстр, тоже участник с Edge Group, активный, он всё это время спокойно дома что-то пишет в машинном коде с неизвестными целями. И вот мы где-то под конец лета встречаемся, видимо, у Сергея Косова дома, и, собственно, сообщаются такие разведданные. Ну, я делюсь там новым софтом, а мне сообщают такие данные. Есть тонны музыки, тонны. Вот. А Михаил рассказывает, что он написал много фреймовых эффектов, основанных там на одной и той же технологии, в том числе фреймовую читалку текстов, 64 символа в ширину. И я такой говорю, «Постойте, так это же всё означает, что если мы возьмём клей-момент, склеим одно с другим, то выйдет электронная газета». И не такой позор, как там «Онлайн» или «Некрон» какой-нибудь, вся московская школа хип-хопа, а нормальное, человече. Ну, как бы все кивнули. И мы приступили. Михаил пошёл фиксить читалку до конца, значит, Сергей пошёл ещё много музыки писать зачем-то, а я пошёл домой писать тексты. Что произошло у нас дальше? Дальше вот у нас показания разнятся, и это, наверное, самое интересное в этом вопросе. Если вы сейчас внимательно следили за процессом загрузки, вы увидели, что, во-первых, там есть CLS, никому не нужный, но это издержки дисковой версии, видимо. Потому что экран очищать, конечно, до конца загрузки было не нужно. Но самое интересное, вы видели, что там после интро грузится несколько блоков. Не один кодовый блок, а несколько. При этом газета сама 48-я. И зачем грузить несколько блоков, они причём отдельно запакованы, хрустом, и у каждого свой распаковщик, вот это вот непонятно. И именно вот это стало точкой к нашему дальнейшему расследованию. Потому что показания, которые даю я, я участник этого процесса, которые дают Михаил, монстр, и которые дают Сергей Косов, они разнятся. Мы не можем прийти к единому целому. Но общий измеритель такой. Якобы Борн Дэд номер один собрал я. У себя дома. Вот это для меня настоящий шок. Спустя 25 лет я узнаю, что я автор полностью первого номера. Да, из запчастей, да, из всего готового. Вот. Не могу не подтвердить, не могу не опровергнуть. Скорее всего, действительно было так. Как очень многие факторы на это указывают. Наш фанат еще, видимо, разберет остальные четыре номера 48-х. И мы чуть-чуть поточнее эту ситуацию узнаем. Потому что дальше, начиная со 128-х Борн Дэдов, с пятого номера начиная, мы совершенно точно это делали у Сергея дома. И это было отличное времяпрепровождение. На горизонте около двух лет мы этим занимались. И про это мы уже снимем нормальное видео, когда будем рассмотреть Борн Дэд не как первый номер, а как феномен спектрамизма того времени. Позовем других фанатов, поспрашиваем фидбэки разные. Вот все вот это. Сейчас я остановлю плей, на котором поскрипывает. Подприбавлю немножко звук, чуть-чуть. Ну, совсем все плохо с АЮ. Значит, не буду прибавлять. Хотя, тогда мы не сможем с вами... А, сможет. Сейчас. Надо еще айфон успокоить, а то он продолжает пытаться что-то загружать здесь. Так, ну, мы, видимо, с вами столкнулись с очень интересной ситуацией. Видимо, произошел какой-то детект, и звука нет вообще. Потому что звук должен играть, и именно звук должен был нам показать с вами, что газета очень плохо работает на реале. Не знаю, что произошло со звуком. Будем еще экспериментировать. История какая? В Борн Деде фреймовая читалка. А вот если вам сейчас видно, то при листании сейчас она далеко не фреймовая. То есть здесь нет той плавности, которая должна была бы быть. Проблема эта лежит полностью на нашей стороне. Михаил так запрограммировал. В медленной памяти у него все лежит. Вот. Самое интересное, что если читать тексты, по-моему, вот это в первом, в последнем абзаце вводного текста, в предпоследнем, да, мы уже знаем на тот момент, что газета на медленной памяти может не работать. Но у нас особо не на чем это проверить. И мы тут продолжаем настаивать на том, что Пентагон, он как бы рулит, поэтому все будет нормально. Однако чуть позже, насколько я понимаю, уже, наверное, к 128 номерам, мы все-таки столкнулись с реальными пользователями Скорпионов. Нам подсказали, мы протестировали, и газета стала более-менее нормально работать на всем. Вот. Соответственно, на реале теперь из ТАПа мы можем грузить Борн Дэд. Это хорошая новость. Музыка тоже должна быть на своем месте. просто непонятно, почему она сейчас перестала играть. Совершенно. Вот. А о контенте газеты здесь трудно что-то сказать. Все-таки это был пилотный первый номер. Здесь есть вводная часть описания. Здесь есть анонсы предстоящего пятого номера Берлона и уже вышедшего ZX Power 3. Здесь есть статья Олдмана, ну, это не статья, это постову Федо, про способ играния диджитал-самплов на А-Игрик, и сразу же Миша отвечает ему, монстр, что это все, он молодец, но у нас есть гораздо лучше. И уже во втором номере, если не ошибаюсь, у нас была и статья, и пример вот того самого МТЦ метода проигрывания диджитал-самплов, который действительно реально прорывной. А нас, наверное, интересует вот конец. Вот автора этого номера. Здесь указано 4 человека. Соответственно, Монстр Сэйдж Групп, значит, он был программист, ну, и, естественно, текст вот в своей части он написал. МСМ, Сергей, это, значит, музыка и логотип. Под логотипом проразумевается вот эта вот картинка, аске арт. Но на самом деле Сергей, судя по его показаниям сегодняшним, он же нарисовал и всплывающую картинку Сэйдж в начале. А вот тут, в кредицах, указан маркетсофт, как интро-графикс-коррекшн. И вот это, скорее всего, легенький фейк. Во-первых, надо начать с того, что маркетсофт это не один человек, а два. Это два брата. Вторым тезисом является то, что они не участвовали совершенно точно в создании Борн Деда. И мы, видимо, вписали их сюда для массовости. Вот. Ну, а четвертым иду я, соответственно, вот от лица Экстрим, значит, как автор всех текстов и там все идеи. У нас на самом деле не было точно никаких разногласий по поводу, как все это подписывать. было совершенно все равно. И это было подписано как сэйдж-групп очень крупно, только потому, что был готовый код интро с вылетающим всем этим делом. Не было никакой инфронтации по поводу того, сэйдж-групп это Экстрим или там какой-то совместный продакшен. Это было вот реально три человека. Три человека, которые делали вот этот продукт. Что еще интересно, значит, это, конечно, финальная кредица, здесь есть мой почтовый адрес с баринским ящиком и телефон Сергея. Что это означает? Это означает, что у меня на тот момент как раз домашнего телефона не было. Был такой короткий промежуток времени, в один год, наверное, может быть, когда у меня домашнего телефона не было вообще. И я к чему это говорю? Я очень плохо верю в ту версию, что первый номер собирал я. потому что для этого мне мало было иметь просто читалку. Мне нужен был вот этот тот арт АСКИ. Мне нужна была музыка. Тексты, собственно, производил я сам. Но вот все-таки ребята меня убеждают, что они мне выдали и читалку, музыку точно, Сергей говорит, я себе выдал, потому что у меня музыки было, значит, очень много, и у тебя эта мелодия была. непонятно, вот что непонятно, поймите, у нас не было модемов, например, то есть у меня не было телефона, да еще и модемов никаких не было. И получается, я съездил Сергею отдельно за вот этой вот картинкой, у него дома мы ничего собирать не стали, я вернулся домой и дособрал. Ну, может быть, может быть. 25 лет, друзья мои, 25 лет назад это было, если не 26. Вот, такое легикое расследование мы провели, значит, может быть, чтение Борн Деда первого вам и не доставят, нам это было просто интересно с точки зрения исторической важности, вот, было интересно попробовать, протестировать, как работает спектром, возможно, мы сделаем компиляцию из нескольких ТАП-файлов Борн Деда, чтобы вы могли загружать в свои спектромы, может быть, наши друзья из Польши, Словакии, Словении и прочих вот этих вот русско-понимающих стран почитают тоже, наконец-то. Вот, переделать, конечно, ничего не будем, перекомпилировать в быструю память, не падает и на том спасибо. Вот, а по теме самих электронных изданий глобально и Борн Деда, и Аберона, постараемся записать видео, но, судя по всему, нужно очень плотно к этому готовиться, чтобы хронометраж был меньше часа, и при этом, чтобы всё рассказать, и, возможно, с монтажом. Это не формат Деда. Дед, он как бы фигачит обычно с руки. Собственно, на этом сегодня всё. Большое всем спасибо за отзывы о предыдущих роликах двух. Я надеюсь, этот вам зайдёт. Ставьте лайки, присылайте донаты, ожидайте свежих доставок. Сценариев несколько у меня в голове сейчас есть. Обязательно выдадим, пока есть энтузиазм. До новых встреч!